ПЕСНЯ ПЕСНЯ Похолодало, на душе уныло, и тело рвётся в тёплые края. Но это не про нас, не тут-то было. В Держинске душегрейка есть своя. Остались дома бревные задачи и в ожидании жаркого стиха аплодисменты. Так и не иначе. Встречаем вас на сцене ДКК! Вы так тепло встречаете. Дорогие друзья, давайте троекратно поздравим. Поздравляем! 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 Это всё для вас. Сергей Дмитриевич, дорогой наш Сергей Дмитриевич, 25-го числа, в ваш день рождения, вы будете отмечать его в кругу семьи, а сегодня вот в кругу ранней, потому что вы наш. И сегодня, в преддверии дня рождения, в нашем вечере, хочется вспомнить, как это обычно бывает в такие дни, одного очень важного человека. За вас спасибо вашей маме, за маму бабушке поклон. Вы свой, вы мой, вы наш, вы с нами. Ах, как бы он ни напрасен, он тот зимний день под годосклом. Поздравляем, любим вас, вы наш. Спасибо. И я приглашаю сейчас на сцену, передаю слово верному старинному другу Сергею Дмитриевичу и также верному другу нашего проекта «Наши у нас» Вячеслав Александрович Паснов, всем известный и также всем любимый. Аплодисменты. И сегодня нам придется в этом убедиться. Сергей Дмитриевич Муратов – коренной держинец. Он родился в семье учителей. Отец Сергея Дмитриевича – Дмитрий Иванович. Вот люди постарше знают, что это известный человек, который преподавал и литературу, и историю, и другие предметы. А потом Институт повышения квалификации долгое время возглавлял. Честный, принципиальный, деловой. Его уважали все. Ну, говорить о маме можно бесконечно, потому что это сама доброта, искренность. Она готова была помочь каждому человеку, даже уже не работая, даже будучи на пенсии. Вот встречались мои ванны, ну, это какой-то был праздник. Вот эту честность, принципиальность, искренность, доброту и удивительную способность посылать импульсы к другим людям – это все, на мой взгляд, в характере, в душе, в работе Сергея Дмитриевича. Вообще, что я не говорил Сергея Дмитриевича? Вам слово! Здравствуйте всем, кто здесь присутствует. Мне плохо видно ваши лица из-за софитов. Но на слух, мне кажется, зал хорошо заполнен. Мне это очень радует, что так много людей пришло, откликнулось на то, что мы затеяли. Хочу сразу вас предупредить, что происходящее на этой сцене для меня важно не столько потому, что объектом этого внимания я являюсь, хотя, если я скажу, мне очень приятно, а то, что я могу с вами поделиться, поделиться своими мыслями, своими переживаниями, своими чувствами, своими сомнениями. И повод-то хороший. Круглая дата, о которой я думаю, ну как о некоем таком фантастическом объявлении. Ну нереально. 60 лет. Когда мой папа праздновал 60 лет, я думал, что это вообще, ну, немыслимое далеко. Немыслимое далеко. Прекрасное, далеко наступило. И вот мне 60. И я знаю, что в этом зале есть люди, которые приехали издалека. Я очень тронут этим. Мои друзья, мои одноклассники, которых я не видел, может быть, лет 40. Здесь тоже присутствуют. И хочу попросить вас набраться терпения, потому что за то время, которое я писал, сочинял, набралось столько много, что даже если мы сегодня часть, часть вот этого услышим, мы потратим время. Кому-то надо идти к нукам будет, кому-то надо идти на работу, на смену, кому-то еще куда-то надо идти, например, к 8 часам. Тихонечко встаете и уходите. Потому что 8 мы еще не закончим. Мои друзья, несколько спутали мои планы, потому что я ведь как рассчитывал? Друг выйду и буду просто петь, читать, читать, петь. Раньше я только пел. В последнее время я каким-то образом в литературное творчество углубился, и меня даже стали считать литератором. И я сегодня вас познакомлю с своими литературными трудами. Ну вот, придется вот эту канву песена литературно прерывать, как меня попросили, чтобы и я отдыхал немножко, и Вячеслав Саныч, мой друг, он просто хочет как-то информативно разнообразить, может быть, это пение. Хочет, чтобы кто-то не знает меня, побольше узнал. Не столько меня, сколько мою судьбу, которая неразрывно связана с моим любимым, гордым Дзержинском. Итак, начинаем. АПЛОДИСМЕНТЫ Этой книги еще нет. Она пишется. Эта книга рассказывает. И вот у меня набирается уже целая папочка небольших рассказов, как мне казалось, 4-5 листков. Но читаешь, получается 20-25 минут. Конечно же, мы не будем сейчас читать полностью этот рассказ. Я просто начну с отрывка из него. «Голос доброго пастыря» — это некие мемуары, воспоминания о моем начальнике, священном начальнике, владыке Николае, который меня руководил во священнике. Ну, все его прекрасно знают. Чтобы было понятно, о чем идет речь, это наша первая встреча, знакомство. Меня так ему привел священник храма, в котором я начинал петь на клиросе. Проведя краткий инструктаж о том, как подойти к владыке под благословение, как совершить перед этим земной поклон, он оставил меня сидеть на стуле в коридоре, а сам принялся беседовать с немногочисленными сослуживцами. Я сейчас совершенно не помню, о чем я думал в эти минуты, которые потихоньку перетекали в часы. Приемной народу было немного, но, видимо, разговоры в кабинете шли обстоятельные. И так тянулось время. Иногда кто-то заходил без очереди, но меня это мало занимало. Ленивое любопытство провоцировало прислушаться к тому, с какими словами выходили из кабинета архиереи. Но скоро и это перестало привлекать мое внимание. Спустя время секретарь, доброжелательно расположенная женщина, пригласила нас пройти к владыке. Батюшка, сопровождавший меня, что-то произнес на выдохе и осенил себя крестным знаменем, сделав мне несколько приглашающих взмахов, какими обычно смахивают крошки со стола. Он взялся за ручку двери и потянул ее на себя. Таких кабинетов я не видывал, хотя приходилось бывать в разных. Вся обстановка погружала во времена, которые принято называть прошлым. Массивный письменный стол с классическим зеленым сукном, резные стулья, застегленные шкафы со шторками внутри, наполненные книгами. Образа в больших от пола до потолка киотах с позолоченным виноградом все дышало веком прошлым. Священник пал на колени, а я замешкался. Архиерей к этому моменту встал и, выйдя из своего массивного письменного стола, направился к нам навстречу. Мне стало как-то неловко от этого зрелища. Павший в нить священник и я, стоящий во весь рост и все еще не решающийся, сделать то же самое. Между тем, ладыка сделал смах рукой и тем самым высвудил из невероятно широкого камня, высвудил ее из невероятно широкого, как мне бросил в глаза рукава ряса. Из-под него показался белый рукав подрясника и широкая объемная ладонь, напоминавшая мне ладонь отцовскую. Батюшка ловко поднялся под благословляющую десницу и уступил место мне. Бухнувшись на колени, я судорожно вспоминался, что же должен сказать и должен ли. Все наставления вылетели у меня из головы. Я, пробормотав что-то невнятное, коснулся губами руки архиерея. Приложившись, я действительно нашел некое сходство с рукой своего отца, который очень хорошо помнил. Отец часто клал руку мне на голову или на плечо, когда говорил что-то внушающее. Но вот целовать ее мне никогда не приходилось. Повернувшись немного сутулой спиной, владыка Николай снова сел за свой широченный письменный стол. Передо мной сидел Дед Мороз. Конечно, и одежда, черная ряса с выглядывающим белым рукавами под рясник, и головной убор, остроконечная шапочка с куфьями, были далеки от образа новогодного старца. Но лицо умное, внимательное лицо с доброй улыбкой, седой бородой и глазами, глаза, которые выделялись даже сквозь толстые стекла очков, были направлены на меня. Не с испытывающим взглядом, кто тут к нам пожаловал, а с искренним и поддельным интересом, как это вы тут оказались милейшие. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Играет музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok Что потом возвратится назад Вы не удивляйтесь, что такие вот памятные вещи происходят? Технические неожиданности лишь только мобилизуют Сейчас прозвучала песня на стихе Владимира Федорова Когда я вот перед распевкой, перед началом распевался, пел Вика сказала, это твоя новая песня, я ее не слышал Я говорю, ты ее не слышал, потому что я ее никогда не пел на своих концертах Она написана в 82-м или 83-м году в Якутии Там у меня остался друг, поэт Владимир Федоров Потом я как-то в интернете искал его следы Нашел он там, возглавлял газету, по-моему, в самом Якутии Жизнь как возможность умереть Но умереть достойно Пусть не пугает слово смерть Прими ее спокойно Как возвращение отчий дом Уставший от блужданий Спасение верного креста Конец своих страданий Смерть как возможность вечно жить Как радость воскресенья Как степень высшую Любить прими Как все прощения И жизнь, и смерть Как день и ночь Лишь дание Дорога Печаль Тоска Гони их прочь И уповай на Бога Даже Бог родится На землице русской Где чисто водится Путь спасенья шкурский Где погостный площадь Площадь чиста В поле храмы Коль рожают бабы А на картах дамы Где шагают воду От тоски зеленой Где железом правду Жгут всегда Каленым Счастье лишь минута А лекарство горько Если слышишь смута Значит правит Правит борько С головой бросаться В драку Нету смысла Сил нет огрызаться И на сердце кисло Положив на душу Крест животворящий Может быть не струшу И в котел кипящий Жизнь непокаянной Прыгну обновиться Чтоб душою неба Птицей устремиться Должен Бог родиться На землице русской Где света водится Путь спасенье ж Пульский Сколько еще лет Пусти не бродит наш народ И безмерно страдает Нет Не замки он к небу возводит Сердце к Господу устремляет Где найдет он в житейском море Для души Спокойное место Где ослабнут И скорби И горе И прольется молитва Как песня Знает В храме Что встанет над градом Богатырском Злоченом Шлеме Где душа будет очень рада ощутить Покаянное время Ты хотел поговорить Заходи Спать не можешь по ночам Погоди Разговор начнем с того Жив-то как Что Не знаешь как сказать Как сорняк Что ж ты хочешь от меня Грешного Мне особо говорить Нечего Нечего Я могу тебе, мой друг Выслушать Но не стану Горькое Подслащать Аль, послушаешь совет Опыта В жизни парень Принимай Все безропотно Скорбь или радость Все, мой друг Богово А отчаяние Ведет к бесу в логово Тягость совести Дурной Муторна Что взреклить Ее нужна Барана Барана Нужна Покаянная И не жгись Без пищу Мамею За тебя никто Не покается Совесть Правдаю Очищается В глубину души Загляни В рак гнездо Там свил И скани Можь бороться С ним По ногам Не таким Утки Он развязывал Брань духовая Нелегка У тебя же Невелик Арсенал А пополнит Его Рассуждение Да не собственным А святых отцов Запасись Побольше Смирением На уста свои Положи Из-за слов Страх Появится Не рапей И проси Избавь От лукавого Дым Прожил Того Крестным знамением Пей И запомни Брат Строго На строго Как бы тяжело Не было Крест Что ты несешь Он от Бога Это очень Трудное Ремесло Духом Соберись И в дорогу Захвати С собой Милости Чтоб Щедро Раздавать Страж Ждущим А обидчика Все Прости И тогда Дружба Будет в радости Не в обычной радости По житейскому Той, что может улететь Неожиданно А она придет Не ко всякому А к тому, кто С крестом Сраспинается Как бы тяжело Не было Крест Что ты несешь Он от Бога Это очень Трудное Ремесло Духом Соберись И в дорогу Это Очень Трудное Ремесло Духом Соберись И в дорогу АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Буду откладывать А то посыпется Самый непосходящий момент Бывало неоднократно Когда я готовил Репертуар К этому концерту Мне приходилось Болезненно В общем Переживать то Что Принимал решение Вот включить это В концерт А это Выкинуть Это вот То есть Не хочешь выкинуть Но не хватит Времени И когда я Репертуар Компоновал У меня Всякие Мысли Фразы В голове Плавы Мне казалось Что я что-то Буду говорить Со сцены Комментировать Может быть Как-то Диалог Вас Какой-то Увлекать Ну такой Диалог Душевный А сейчас Вы знаете Я пою И вот Мне самому Почему-то Достаточно И не хочется Никаких Других услов Комментирующих Как она Добой Знаете А вот Я эту песню Написал Потому что И потом Расскажешь Что ты там Написал А потом Начнешь петь И уже Неинтересно Даже Когда ты Паешь Наверное Я сегодня Не буду Много говорить В отличие От других Своих Выступлений Которые В общем-то И назывались Иногда так Концертами Пробоведей Потому что Я сейчас Не В качестве Такого Активного Проповедника А просто Снова Поют То что Сочинил И все Что я хотел Сказать Как раз Тут и Звучит Я думаю Вы правильно Оцените Это Мое Молчание 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 Аплодисменты Молчание Аплодисменты Время Время Написания Песни Песни Которые Сейчас Споем Написано Очень Дорогом И милым Мому сердцом Месте Это Дивеево Куда Я Впервые Попал В 1992 Году Осенью Вот В эту пору Осень В зиму Введение Во храм Пресвятой Богородицы Я уже там Встречал Потом Праздник Катерины Потом Другие Праздники Я В связи с этим Менял Облачение На мощах Преподобного Серафима Если Богородицы Прозвращаются Значит Голубой Цвет Великомученицы Катерины Красный Потом Снова Какие-то Праздники Появляются Зеленые Возвращаются Преподобных Цвет И вот Три Или Четыре Раза Руками Своим Вечным Прикосался Почтен Преподобным Серафимом Я Поздравляю Ей Радуюсь Вот Опять Не заснулась Свет Фонарный В окне Спит Обитий А кто-то Не спит Богу Молится Что-то Сердце Щебит Вспоминаю О прожитом Дне А в груди Словно В клетке Душа Как больная Невольница Лишь Молитва Одна Словно Воздух Которым Пряжу Может Дух Укротить Успокоить Все волны Смятения И Шевелится Четки Меж пальцев Сжимая Держусь Понимая Понимая Что Главное Это Терпение Вот Опять Заснулась Свет Фонар В окне Память В прошлое Словно Невольно Меня Возвращает Кто Оставил Меня И Кого Уже Нет Возвращает Лица Их Словно В калейдоскопе Мелькают А печаль Наполняла Меня Много Дней И Ночей Изнуряла И кажется Лишь Затаенной Но Все ярче И ярче Горит Свет Церковных Свящей И Душа Затихает Немного Немного Смущенной Я Вновь Ощущаю От пальцев И Чел К Зерном Укрепляет В молитве Господь Укрепляет Как Прежде Луч Рассвета Ко Мне Заглянувший Чуть Робко В окно Из Душевной Печали Меня Возвращает К Надежде Я Молитву Иисусу Вновь Сотни Раз Повторю Имя Господа В море Житейском Как Якори Спасения И поклоны Земные Безропотно Я Сотворю Мне Напомни Что Такой Смирение Вот Опять И Заснуть Свет Фонарный В окне Вот Опять Не Заснуть Свет Фонарный В окне Пою и думаю Что же мне там дальше Что же мне дальше Третье Я же Забыл совсем Уже не знаю Что за чем Пройдет Надо ставить Так Чтобы я увидел Что же будет дальше Я очень волнуюсь И это Не От того Что я Не уверен В том Что я пою Я волнуюсь От того Что Я снова Переживаю Те эмоции Которые Побудили К написанию Тех или иных Строчек Это как-то Странно Даже Хотя я Это пою Очень много И практически Уже можно было Привыкнуть Как иногда Мы привыкаем Входя В храм Которые Раньше Заходили С выдохом Или В дуну А потом Чуть же не ногой Открываем Туда Дверь Привыкнув К тому Что у нас Есть Храм Ночь Надо мной Купол Небо Безбрежный Крест Над храмом В свете Луны И стою Я пред Господом Грешный Как Осколок Безбожной Страны Сердце Стонет Душа Холодеет И слова Прилипают Гордами Скоро Утро Небо Бледнеет Только Никак На колени Не встану По дороге Сляканной Сырой Вновь Придуя С головой Понимшей Сочерствелой Косною Душой Потерявший Стыд В греху Привыкший Сочерствелой Косною Душой Потерявший Стыд В греху Привыкший Ангел Мой Хранитель В стороне Не подходит И тихонько Плачет Сложенные Крылья На спине Грех Мой Для него Обида Значит Сложенные Крылья На спине Грех Мой Для него Обида Значит Он ко мне Не может Подойти Но это Совсем Не покидает Зная Что На всем Моем Пути От беды Меня Он Охраняет Как от Горь Покаянный Плач Поросит Слезами Сердце Камень Он ко мне Приблизится Опять И погашит Совести Раздует Плако Я его Молитвой Призову Попрошу Прощенья За обиду Он Ко мне Склонил Свою Главу И Простивши Не подаст Виду Что Был Огорчен Моим Греком Что Испуган Был Моим Паденьем Глядя Как На мне Сидят Верхом Лень Побнимку Вместе С Нероденьем Что Ветеста Раз А Когда Испасти Упавшего Я Призывал Он Божью Благодать В колокол Безудержно Звоня Призывал Он Божью Благодать В колокол Безудержно Звоня А А А А А Иван Иван Иванович Дуров Мой друг Старин И вот этот Пульт Он мне Подарил Как раз На первом Моем Вступлении У меня Не было Пульта Вот В 2003 Мы с Евгением Выходили на сцену И говорили Ваня Мне надо Как-то Поддержать Что-то Он мне До сих Фор Я с ними И не покупаю Новый Хотя Вот А 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 Я песен Написал Уж много лет Но Но это Время Прожил Год За годом И на Моих Глазах Случалось Столько Бед С Обманутым Моим Народом Обманут Был я Так Что Что С С Я, папа, с ней люблю елей и ложь. Гребу сопутствуют в речах лукавых, Да только в сердце ощущаю дрожь. Когда кресты я вижу на церковных главах, И в горле дом стоит, и фразы лишние, А что ему сказать? Да, Господи, помилуй! Ведь перед образом Христа теряешь мысли, Но обретаешь вновь утраченные силы. Ведь перед образом Христа теряешь мысли, Но обретаешь вновь утраченные силы. Я всегда говорю об этом, буду говорить. Почему я стал священником? Там много разных причин, но одна очень важная и главная, она после того, что есть призвание Божие, то, что у меня кольки священнические. У меня отец моего отца, то есть дед был священником. И нас разделяет историческое время достаточно глубоко, потому что, вот кто не знает, может быть впервые слышит об этом, мой дед ровесник Ленина. В каком году родился Ленин? В 1870 году. Вот в этом году родился мой дед. Но Ленин умер в 1924, а мой дед умер в 1942. Похожие цифры, но немножко по-другому стоят. Ленин умер в собственной постели, а мой дед в сталинском лагере. И вот сегодняшняя дата, когда мы с вами здесь собрались, хотя это единственный день, когда нам могли предоставить в аренду дворец культуры химиков, мой любимый, я здесь проработал в молодости 10 лет. Ну и продолжал потом работать. Так вот, он Богу душу отдал в ночь на Николу. Какая сегодня будет у нас ночь? На Николу зимнего в ночь Богу душу предал ты, дед. Поношение смог превозмочь, Претерпевши множество бед. Чашу скорби своей не цетил, Взявши крест, за Христом шел. Горе с церковью разделил, Палестинский ходок по оговору, Сделав выбор, жизнь или крест, Не остался стоять на беже, Только колокол благовест Отозвался в твоей душе. Брат священник, соузник в тюрьме, Словно исповедь принял стон, Я вот здесь, а сыны на войне, Вздох последний в декабрьское тиме, А в душе колокольный звон, Тюрьмой колокольный звон, На страной колокольный звон. Этот звон из военной зимы Через время дорогу пробил Из-за обвинья тамбовской тюрьмы Долетел и меня пробудил, Чтоб я чашу свою не ценил, Взявши крест за Христом шел, И Россию свою любил, Как мой дед, простой богомол, Как мой дед, простой богомол. И завершая вот этот первый влог наш, Сейчас выйдет Ильич Савсаныч, Он у меня про всем охорит, Придется в бой, Давай, как ты меняешь, Словно. Я хочу спеть песню, Которую привез Из Иерусалима, Она написана на стихи моего, Автора Елены Курилова, Поэты из Москвы. Эта песня О тех переживаниях, Которые вот словами не выразить. Я попробовал как-то ей рассказать, Что я чувствовал там. И у меня не получилось. Во-первых, не было вот такого, Ты же стоишь сейчас вот, Стоишь. В центре вселенной, У гроба Господня. Снуют туристы, Экскурсоводы, Флажки, шапочки. Все молятся, А ты стоишь с холодным сердцем И не знаешь, Что тебе сказать. Потому что все свершилось. Ты у гроба Господня. А потом, когда я немножко успокоился, Я вспомнил своего деда, Палестинский ходок Богомон. Раньше говорили, Ходить в Палестины. В Иерусалим он ходил. А нам рассказывали, Что он там был тысяча... А, он был... Когда ему было сорок лет, И вот я считаю, Сколько же это... Какое было время, Когда он там был? Сорок лет. Тысяча девятьсотдесятый. И теперь, Простите меня, Когда же я был у гроба Господня? Первый раз. В две тысячи десятом году. Совершенно неожиданно для себя. Посвящение монахиням русской гефсимании. Если Русь, То где-то плачет Ива, Да нигде не будь, А вот она, Как и прежде, В речку молчалива, Словно девица печальная плена, Все глядит с утра И до темна. Ветер страстный, Налетит и гриво, Русы-косы, Девира стрепа, Что-то шепчет, Она ж стыдлива, Головой склоненной К берегу припав, Ждет лишь одного, К другим слепа. Вот сидишь в тени плакучей днивы, Льется грусть безропотна чиста, Витится та древняя олива, В отражении милом этого куста, И молитва слышится Христа. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот сейчас только Сергей Дмитриевич сказал, Что он волнуется очень. И это понятно, Потому что представить Перед такой взыскательной аудиторией Действительно волнительно очень. Но я вспоминаю другой случай, Когда студент Муратов Нисколько не волновался, Дирижируя хором, Это был сводный хор, Где-то человек 400-500. Вы представляете? А дело было так. 9 мая, Вы знаете, Как у нас проходит. Значит, Мы собираемся все Около Дворца культуры химиков, И на ступеньках Уже готовый хор стоит. Ну, Раньше это был хор действительно Сводный И огромный хор. Дворца, 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 Три дворца у нас было, Потом, Значит, Каждая хоровая студия, Потом Дворец пионеров. Короче, Это огромный хор. И дирижировал этим хором Игорь Анатольевич Егоров. Это мощнейший наш педагог, Служенный педагог. Один из лучших дирижеров, Вот, Я не знаю, Наверное, в России. Игорь Анатольевич Егоров. И он, Помимо дирижирования, Еще обладал мощным голосом, Да и сейчас обладает таким же голосом, Которым поет, Которым радует всех. И в один момент там нужно было спеть День Победы. А как горком партии смотрел это, Я, допустим, даже не могу поверить, Чтобы они пропустили это. Представляете, вот, Все нормально, Дирижирует Егоров, Великолепный педагог, дирижер. И вдруг он уходит, Встает у микрофона, Рядом с хором, А хор достался без дирижера. Вот. И он поет День Победы. Я спрашиваю, Игорь Анатольевич, А сценарий был мой, И я за него отвечал. Когда он ушел из хора, И спел, Я говорю, Игорь Анатольевич, А кто же будет дирижировать-то? А он говорит, Да когда мой ученик будет? Я говорю, Какой ученик? Муратов, Говорит он. Вы не волнуйтесь, Он великолепно все сделает. Я говорю, Как это не волнуйтесь? У меня же вот тут сейчас Шеймин стоит, Геннадий Дмитриевич, Ягурченков Николай Иванович. Вот старое поколение, Опытное поколение, Знает, Кто это такие люди. То есть, Они зорко отслеживали, Мы правильно делали, Каждый момент. Вот. И вдруг я смотрю, Муратов, Студент, Выходит, И так спокойно, Так по-деловому, Даже так красиво. Знаете, Игорь Анатольевич Пел лучше всех. И когда он спел, Ну, Тоже, Наверное, Его мнение. Он спокойно ушел За хорой, Стоит, Как будто он тут ни при чем. А Муратову пришлось Дальше дирижировать. А там идут Шуравли, Мурадельский там идет. Я уж не помню, Что-то еще. Ну, Там большая программа. Вот. Большой список еще песен. Вот все эти песни С блеском Продирижировал Сергей Дмитриевич. Давайте ему Поаплодируем. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Честно говоря, Уже Как-то Стерлось Вот это все Из памяти. Хотя Вот ты сейчас Так ярко и красочно Что-то представил И всплыло. Действительно День Победы В нашем городе Всегда Отмечался С особым Чувством. И мне однажды Довелось Спеть песню Вот здесь Вот на площади Перед Творцом Меня попросили Я уже тогда приехал В Якутии Эта песня Была написана Там На стихи Владимира Шлевцкого Я каждый Праздник Где-то Май Я всегда Не концентр Ничего Я просто Дома ее пою Пою С временем Отца Тронтовика Который Передал нам Героическую Фамилию Я уже Рассказывал Об этом Может быть Кто-то не знает Вкратце Отряд Поднялся В атаку Услышав Такое Ура Передающийся По цепочке А вообще-то Не кричали Ура Звали Командира Полковой разведки Лейтенанта Муратова К началу Муратова Командиру Муратова И вот это Ура А там Так сложилось Что надо было Что-то Отвоевать У фашистов И не получалось А вот так вот Поднялись Спонтанно Ура И отвоевать Не только в мире И в кино Война прошедшая Давно В воспоминаниях Отца Была Казалось Без конца Его друзья Фронтовики По духу Были Так близки И день победы Был для них Днем славы Павших И живых В рассказах Не было Брават А редким встречам Как и рад Собравшись Снова за столом Все вспоминали О былом Мир вредный Хрупок Как стекло Их время В вечность Истекло А для меня Все как вчера Звучит В душе Их крик Ура Проходят Года И проносятся Вешние Воды Мое поколение Рожденное После Войны Осколки Отчет Начинает Свой Сорок Счастливого Года Осколки Винувшего В наших Врываются Сны Войну Мы узнали Не только По фильмам И книжкам По нашим Дворам Костылями Скрипела Она И взгляд Восхищенный Не спрятать Окрестным Мальчишкам Когда Фронтовик Достает Ордена Когда Вспоминают За праздничной Чаркой Кого-то Когда Седина Словно Вин Промелькнет В волосах Войну Мы узнали Не только По Выцвищем Фото По Долгой Тоске Затаенной В обдогих Глазах И в каждой Семье Наступает Такая Минута Когда Вспоминают О тех Кто полет Вдалеке И Вишними Водами Кажется Людям Салюты То Майские Слезы Текут По Небесной Щеке То Майские Слезы Текут По Небесной Щеке АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Принеси мне, солдатка, напиться Жажду шпек удалю Пусто место мое на погосте Не ищи за собой вины Что ж ты ждешь-то, какого гостя И с какой такой стороны Не скрипят на крыльце половицы Но полвека уже на ветру Черный тополь в кону мрадуницы Черный тополь в кону мрадуницы Черный тополь в кону мрадуницы Рвет корнями земную кору Рвёт корнями земную коробку. Священника и поэта, моего тоже старого друга и соавтора, Мария Удава-Солдатская. Как вы знаете, мою маму звали тоже Мария, и она тоже Удава-Солдатская. Её первый муж погиб на войне, только после войны она уже вышла замуж из моего отца, от которого родились мой брат Евгений и я, а отец старшего моего брата Вячеслава, героический бал Великой Отечественной войны. И вот, как бы плавно мы перешли к Марии Ивановне, которую многие из присутствующих прекрасно помнят Вячеслав Саныч. О ней говорилось, как она у меня очень трогательная. И то, что она отдала деликатно, не торгаясь, не ломая, вот то, что нам прививалось общественным строем, тогда это было опасно, какие-то маленькие-маленькие семена религиозности напишет, что-то на бумажке свернет и в кармашек положит. «Мам, чего ты мне положил?» «Да там, ну, пускай лишь». Открываешь, что-то там, вроде по-русски и не по-русски, и не понимаешь. «Чего это такое, мам?» «Ну, это молитва». «Мам, ну я же комсомолец». «Ну, есть не бросит, пускай лишь». «И как это спасало весь импульс знамя». «Я встаю перед иконой древней наваленной огонек лампады, А от свечи зажжены, будто капля света в золото одета. На душе так тихо, словно песня спета. Так же тихо в храме, а в оконной раме показались звезды. Говорю я маме, что прошел сочельник, сладко пахнет ельник. И кружит снежинки, ветерок затенит. Лицам разлетились, и сердца забились, Эй, 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 как звезды. Будто преклонились, и явилось слово, И встречаем снова светлый праздник жизни. Рождество Христова! Рождество Христа! Рождество Христова! 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 С детских лет мы произносим слово, Что на свете всех родинам слов, Сколько в нем довольней дорогого Сказов, песен лучезарных снов. Мама, это нежность и тревога, Всё улыбкою её согрета. Мама, в этом слове воля Бога, Жизнь берёт начало в слове Эмма. Помню, как в краях чужих и дальних Жалость сердца, боль пронзила грудь. Я услышал вдруг твой вздох печальный, Что потом и сам не мог вздохнуть. Шёл к тебе, как жаждущий кручуя, Как на крыльях в дом летел родимый, Раны мне сердечные прочували. Ты нам свет души своей дарила И учить, любила, и не прощать. Нас живёт твоей молитвы сила, Призванная в бедах защищать. Есть исток и устье в жизни каждой, С горних душ теперь на нас взираешь. От беды и злой, и безобразной Ты своей молитвой охраняешь. От беды и злой, и безобразной Ты своей молитвой охраняешь. От беды и злой, и безобразной Баз. От беды и злой, и безобразной Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Найдёшь ты до своей заветной цели, Не предавай же веру и мечту. Чтоб не случилось в жизни, улыбайся, Надежды крылья взмыв на высоту, Тебя поднимут, только не сдавайся. О России много говорить не надо, Что о ней России говорить. Вот, дожить бы, брат, до листопада, Чтоб по жёлтым листьям походить. Может, скажет, кто нашёл забаву, Вон в Китае листь ещё желтей. Нет, ты подавай ему ту праву Рощу из берёз и скорей в речке вязовне, Чтоб помню с детства, И забросить уточку с моста. В церковку зайти, чтоб по соседству Приложиться к образу Христа. Подавай, не подавай, не скоро Окажусь я у родных ворот, Только вот я вряд ли слёзы скрою На пороге дома, где живёт дух отеческой любви. И нежность мамы, братьев, смех и детская возня. Дедам сделаны окон рамы, Сколько ж лет всё было без меня. Господи, дай время и возможность Прикоснуться к ангелам в саду. К ним не слышно, очень осторожно, С умилённым сердцем подойду, Чтоб калитки скрип, их не встревожил, Я её тихонько отворю. Только дай, всемилостивый Боже, Вновь увидеть Родину и Зарю. О России много говорить не надо, Что о ней России говорить. Кто-то ищет земли Эльдораду, Нам же, брат, в России нужно жить. Кто-то ищет земли Эльдораду, Нам же, брат, в России нужно жить. Поэт, композитор, сочинитель потрясающих песен. Я вот слушаю и думаю, сейчас мне выходить, Я не знаю, что говорить, потому что я в, Вы знаете, в таком восторге от всего того, что делает Сергей Дмитриевич. Но я хочу ещё сказать одну стезю, которая характеризует Сергея Дмитриевича. Вот я держу в руке сборничек научных работ. Это каждый год в Академии народного хозяйства проходит, конференции проходят на тему духовное развитие общества. Ну скажите, кому, как не Сергею Дмитриевичу, присутствовать и выступать на этой конференции. И вот потрясающая статья «Духовность и псевдодуховность». Кстати, Сергей Дмитриевич идёт по тому, как сборник, значит, сделан за Александром Серафимовичем Скрябином. Представляете? Да, сначала там Зеленов, потом Скрябин, а потом Муратов. Это тоже большая заслуга. Давайте поаплодируем. Нет, сейчас я ещё одну деталь. Это маленькое вкрапление. Дело в том, что нам, конечно, повезло, что у нас есть уникальные личности. Ну, представьте, я перечислял поэт-композитор, значит, ну, то есть многообразность, многограммность. А всё это идёт от того, что у Сергея Дмитриевича были прекрасные учителя. И я вот видел сейчас, что Галина Александровна здесь. Галина Александровна Карасёва. Что там? То есть Сергей Дмитриевич ученик Галины Александровны Карасёвой. Давайте поаплодируем. Хорошие, добрые учителя. У своих обязанностей. Это директор нашей центральной первой выпускной школы. Ну и последнее вкрапление. Я начал с чего? Нам повезло. Ну, особенно повезло жителям Якутии. Думаете, я ошибся, да? Ничего подобного. Жители Якутии, Ну, это тайна между нами. Встают и засыпают с кимном. Кимном. Которым написал Сергей Дмитриевич Муратов. Так-так, распахнулся Якутии. Несколько Якутии. Маленькие на тот момент, когда я там уехал, в посёлок под названием Айхан. Сейчас это уже город, там уже многоэтажные дома. Там своя инфраструктура такая, алмаза добытчиков развивается. И тогда развивался, и сейчас продолжает успешно развиваться. Ну, это я как-то уезжая оттуда, писал песню. А потом вдруг узнал, что она полюбилась действительно там. И где-то напечатали, и не поют в застолье, в концертах. Говорит, это наш ким. Посёлок Айхал. Маленький посёлок, но у него имя, если перевести на русский, это по-якунски Айхал. А по-русски это звучит, знаете, как? Слава. Айхал. Продолжение следует. В чёрном небе луна серебряная, В небе утренне птица чёрная. Спутник верный, дан сердцу ветреному, Легкомысленный, умудрённому. Спутник верный, дан сердцу ветреному, Легкомысленный, умудрённому. Забираю над книгой вечною, Отступаю хитрость плетенья. Реже бьются в окно сердечное Духи мира, несовпадения. Реже бьются в окно сердечное Духи мира, несовпадения. Горизонт зазмится вечером, А к утру вспахнёт. Вольной птицею небо взыщет, Сердце доверчивое дивной мерою. Седьмерицею небо взыщет, Сердце доверчивое дивной мерою. Седьмерицею. Седьмерицею небо взыщет, Сердце доверчивое дивной мерою. Седьмерицею небо взыщет, Сердце доверчивое дивной мерою. Какого я вижу, знаете, вот когда софита потом из темноты вплывает лицо, и лицо родного, близкого человека. Вот сейчас приходят и учителя, мои одноклассники, сейчас мы и Валя, и Наташа. Они же мои прихожанки. Вот стихи Татьяны Пальченко. Мы с ней, когда, как мне казалось, познакомились, оказалось, что уже были знакомы. И она мне потом куда-нибудь сказала... Время прошло, сказала, я ведь вас давно знаю. Батюшка, я ещё ходила с такой молодой девчонкой в собор. И вы там, когда исповедовали, я вас очень сильно боялся. Вы были похожи почему-то на учителя в тот момент. А сейчас вот мы с ней близкие друзья. И она прекрасно поедет. Кстати, тот проект, о котором он говорил, «Голос времени», она также принимала участие. И вот сейчас мы услышим песни моих друзей, авторов, поэтов нижгородских. Одним из которых является иеромонах, на тот момент, сейчас он уже игумен. Насельник Благовещенского монастыря Андрей Ерунин. Он прекрасный поэт, у него даже есть какие-то труды, где он изучал творчество Пушкина в контексте евангельской истины. На уроках в семинаре наш словесник, Людмила Благовна, она даже приносила его книги, и мы, значит, по ним работали. Вот такие у нас в церкви служат монахи. Осень монаха. На деревьях уже желтизна, И на храмах уже позолота, Эта желтая осень видна, Золотое виднеется что-то. Что-то вечное там за лиством, И блаженное там за крестами, То божественный мир золотой Проступает сквозь это местами. Украшается золотом осень, В золотой одевается свет, Мы божественной милости просим, Но не милуем ближних в ответ. Потому не имеем ни света, Ни других украшений души, Ни достойного Богу ответа Только листьев осеньных грошей. Потому не имеем ни света, Ни других украшений души, Ни достойного Богу ответа. Только ли из тех осенних крошей. Отец Владимир Волгман Особое место занимает тут в моей судьбе, потому что, когда я начал рифмовать, как мне тогда казалось, просто рифмовать, по присущей всем новичкам, такой ложной псевдоскромности, основанной на тщеславии и гордости, когда напишешь что-то, и говоришь, ну это и стихи. Это я рифмовал. А сам-то несешь и показываешь, я ему принес, читал, ну работай дальше, и все. Ни охов, ни вздохов, ни похвалы, и ни хулы. Работай дальше. Подобный случай у меня был однажды с митрополитом покойным Николаем, о котором мы сегодня уже вспоминали, когда заболел регент соборный, она была моя одна фамилица, мне прочее, Буратова Ирина Федна, заболела, и я прихожу на всенышные бдения, а мне говорят, регент заболел, а там большой хор, партитуры такие серьезные, всенышного бдения на архиерейской службе. Давай вставай и дирижируй. Легко. И я, значит, а вот так все это вступление, что называется, кайфую, хор готовый, все, точно поет. И вот в один из моментов ноты не подали вовремя, и когда там про кимен надо петь, а ноты еще что-то раскладывают, и мы замешались буквально ну 2-3 секунды, и потом запели, как-то это было незаметно совершенно. И в конце слуху все подходят под благословение к митрополиту, он как полагается, он прощается, и мы все идем, и я иду. И, конечно, ретевое ждет сейчас, ну, скажет, ну ты даешь, отец Сергий, как ты ловко, как ты регентуешь, понимаешь, это я жду. Владыка, богословите. Ну ты что? Что ты там? запинаешься? Ты что, устава не знаешь? Это вместо похвалы. Я стою вот так вот, красный весь, и не знаю, что сказать, какую сдав-то? Ноты, тут ничего, 2 секунды. И оно мое, это и ретевое, Владыка, как же так вот? А вот так вот, вот, иди работай, все, больше ничего. 2 секунды, но он нашел повод, потому что это все это так, ты же должен был предусмотреть, если ты стоишь-то где? На руководящем месте. Стихи Владимира Гоффмана, вербное воскресенье. Мне приснился колокольный звон, медленный, плывущий ниоткуда, светлое, томительное чудо, дон, динь, динь, Этот сон как будто ни о чем, просто дерева до птичьих гнезда, небо темно-синее и звезды, мальчик у поленницы с мячом, дон, динь, дон, серебро небесное выше пролы, Лазарь поднимается из гроба, Господа от смерти воскрешен Динь, 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 мне приснился колокольный звон, медленный, плывущий Ниоткуда светлое томительное чудо. Дон, день, дом. Мария Суморокова известна и нашим дзержинцам, людям церковным, очень часто выступает по приглашению, на приходах. В свое время она приезжала к нам. Дзержинск был давно, мы с ней выступали в домотнике в поселке Пушкино. Ее приглашал отец Георгий Бакшаев, он тоже с ней дружен. Мы с ней на освящениях разных, на праздничных событиях очень часто пересекаемся. А в последнее время она уже стала меня приглашать в свои какие-то выступления, в свои программы концертные, а иногда просто в свою работу. Вот последний раз мы с ней виделись, встречались в детском доме на автозаводе в Нижнем Новгороде. Она в этот детский дом приходит, постоянно с детишками общается, разговаривает с ними. Они читают, она им читает свои стихи, они просто читают какие-то книги. Она им рассказывает о церкви, о истории нашей страны. Она такая энергичная женщина, и мне с ней вот приходится, редко конечно так встречаться, но мы с ней дружим на расстоянии. Есть интернет, она мне присылает иногда свои тексты, предлагает, может быть я что-то напишу, не всегда удается. Но есть песни, которые у меня получились, я их с удовольствием пою, одна из которых называется «Песнь Господу», а в скобочках такая «Казачья песня». Она такая получилась. Розовые лошади майских зорь мои Отзвенели розами Молоточной миг Все березы в холоде Снег среди равнин Господи мой, Господи Ты со мной один Ты со мной один Убегут товарищи Шутых именин Ты со мной Останешься Господи один При весеннем шепоте И когда вода Господи мой, Господи Будь со мной всегда Будь со мной всегда Небо в чудном золоте Рек с репристый пех И когда со мною ты Я богаче всех И тебя надежнее Преда неверней Не найти мой, Господи В смене дней и ночей В смене дней и ночей Друг мой самый искренний На земном пути Праведный, единственный Мне к тебе идти Налеко на вечные Отче, Господи В тайной бесконечности Ты со мной один Ты со мной один Аплодисменты Сейчас готовится Торжестный акт По опознанию И захоронению Мощей Уже причисленных Клик святых Старстотерцев Царских Уже вот Мы знаем Скоро Подведут Последнюю черту И Дети Воссоединятся С родителями В святой Русской земле И то, что произошло С царской семьей Сейчас существует очень Много об этом Информации Побуждает некоторых людей Просить у Бога прощения Хотя, вроде бы Казалось бы Я лично не стоял В этом Подвале Ипатерского дома Я не держал Ни штык Ни кинжал Ни превольвер Не подписывал Приговор Какое может быть покоение Оказывается, она Цель-то тоже может быть Когда ты Меняешь свои Мозги По отношению Вообще К Царскому имени К царскому достоинству Установленному Самим Богом Это власть Власть, установленная Богом Когда вот Носители Этой божественной Благодати По Человеческому Своеволью Убиваются Это Хотим мы этого Не хотим Но это ложится Тенью Хотя бы Греха На Остальных И вот В церкви Иногда Люди Как-то усиленно Кают Есть такие Чины Там Покаяния Есть У памятника Императора А Кто-то Ну так вот В своем Внутреннем мире Меняет Свои отношения И вот У Маши Скоруковой Есть такие стихи Которые называются Покаянный собор И они мне очень близки Именно вот По этому Тонкому Ощущению Собственной вины Особенно Когда тебе кажется Что ее нет Несказанный Свет Небесный С горних Сниз Сходил Вершин Лес Народа Шел По лесу К яме Ганина И спешил Шел По крови И страснотерцем Чтоб Их Муки Ощутить Спокаянным Жарким Сердцем Шел Прощение Попросить С покаянным Жарким Сердцем Шел Прощение Попросить За грехи Царе Убийства За Ютины Дела И мольбу Шептали Лестья Ветер Ветер Бил В колокола Сосен В небо Устремленных И сияли Семь лучей Благодатью Делать Семь Царь 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 Облетая Новый Мест И Христос Воскресе Бери И воистину Воскрес И Христос воскресе пели, и воистину воскрес. И Христос воскресе пели, и воистину воскресе пели. Много лет, и ее стихи, там не встретишь открытых религиозных слов, таких общепринятых, которые мы иногда думаем, вот это стихи духовные, там есть слово Бог, Ангел, Алтарь, молитва и так далее. Но в ее стихах сквозь строчки это остро ощущается, то религиозное чувство, которое выражается словами покаяния, измерение, любовь. И ее песни очень теплые, нежные и востребованные. И когда вот я их пою, люди слушают, и если бывает, что я снова приезжаю в это место, просят спеть именно эти песни. Они звучат сейчас и на радиообраз нашем в Нижегородском религиозном канале. Вот мы записали там с ней целую программу, то есть не с ней, я записывал восемь песен, целый диск практически, которые записаны в студии радиообразы, и на нее транслируют. Небо синее, пивы белые, словно пена волны морской. Море русское, поле спелое, золотистый шумит прибой. Море русское, поле спелое, золотистый шумит прибой. Облака плывут, гуси серые, травом ластится крылья в тень. Так прощается с милым берегом теплый, ласковый летний день. Так прощается с милым берегом теплый, ласковый летний день. Сердце скопано ожиданием расставания позади. Время близится, покаяет свет прощения впереди. Время близится, покаяет свет прощения впереди. Есть врожденные или приобретенные отсутствие обоняния в природе человеку. Ну, болезнь. Называется анусмия. Анусмия. Пьянит нас аромат степной, и ветра запах в поле. Такой знакомый и родной, что грудь сожмёт до боли. Быть сладкой может и горчить полы в полях России. Как это можно объяснить больному анусмии? Анусмия. АПЛОДИСМЕНТЫ Я читаю такие стихи, милые песни. Это стихи из моего последнего сборника, который вышел недавно в свет благодаря содействию Нижегородского отделения Союза писателей России. И у нас будет время, я ещё просто почитаю стихи и вернёмся к литературному моему пласту. А закончу, и немножко опять отдохну, песни на стихи Ирины Куреллы, которая так и называется у нас. Песня. Песня. Ибо серебисная, и ушка глакучая Погрусти, родимая, Муряки со мной. Пусть печали горькие Станут друг певучими, Тихой песней русской Душу успокоим. Пусть печали горькие Станут друг певучими, Тихой песней русской Душу успокоим. Голыхает светлыми листьями Крученица, И водицу сыплются Димные слова. Русские, прекрасные, Чистые, причистые, И в волне сплетаются, Словно в кружевах. Ива серебристая, Ивушка влагучая, Душу переполнила Песней дорогой. Веточки склонённые, Словно с кем шепчутся, И исходят на сердце Неземной покой. Веточки склонённые, Словно с кем шепчутся, И исходят на сердце Неземной покой. Словно с кем шепчутся, Словно с кем шепчутся, Как владыка благословит. Я думаю, тут согласие должно быть, Потому что всё-таки такой уровень, Я хочу сказать, что Сергей Дмитриевич Член общественной палаты нашей городской. Но теперь он представит Нашу городскую общественную палату в Москве. Нашей городской благословим Отца Сергия на эту поместку. Замечательно. Ну что? Да, да, да. Дорогие друзья, Михаил Курярский, Это тоже приказанин наших храмов, Активный человек. И для меня очень ещё значимо, То, что вот здесь, В Дворце Культуры и Кимиков, Мы с ним вместе работали. Иван Евгеньевич, который убежал сейчас на работу, И Миша Турянский. Мы здесь, в Дворце Кимиков, Давным-давно работали музыкантами. Нас объединяет наша матушка Терковь. Чему я действительно рад. От имени и по поручению Областного общества память Отечества, Членом которого является Отец Сергий, Я ещё раз повторяю, Что вот наш благочинный Благословил поезд в процессе Сергия. И я передаю поздравления, Значит, нашего председателя этого общества. И свои поздравления. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Слово председателю В полной поддержке Активного отдыха Демидову Андрееву. Я хотел бы сказать несколько слов, Как состоялась наша сегодняшняя встреча В этом зале С отцом Сергеем. Вот совсем рядышком с ДКХ Мы встречаемся, И он разговаривает по телефону. Я слышу. Да, да, будет концерт Нижнем Новгороде. Я так тихонечко подхожу. А у нас? А он говорит, А здесь у нас по времени не получается. И вот мы быстренько как-то так. Он говорит, надо получить благословение. И он его тоже получил. И вот так вот мы сегодня встретились С таким замечательным человеком, Как Сергей Викторович Мурат. Хотел я как бы отметить сегодняшнюю встречу Вот этой замечательной картины нашей художницы. И она как раз отражает те места, Где он ходит, бродит и творит. Но здесь вот так получилось, Что с этим много говорили Каких-то совпадений. И вот сегодня у нас совпадение Тоже историческое такое. То есть у нас сегодня день, Держись без трамвая. А вот здесь вот, Если кто внимательно посмотрит, Уходит с площади последний трамвай. Вот как-то так. Так что, Будете смотреть, Помните. Дорогие друзья, Наверное, у каждого есть какие-то вопросы Или просьбы, Или что-то нужно доброе сказать. Пожалуйста, Если есть у нас вопросы. Похоже на конец, что ли? У меня еще тут не спряталось. А мы что, на чё ездить, да? Я же сказал, Возьм не уйдем. Если кому-то нужно... Не, мы не уходим, Мы не уходим. Мы просто не уходим. Если есть, Кому что-то сказать, И задать вопрос. Вот, пожалуйста. Если у кого-то еще есть вопросы, Пожалуйста, Передайте их нам. Как мы будем, Сергей Дмитриевич? Вы будете читать и отвечать? Тогда я сейчас прибегусь по вопросам. Так. Если они емкие, На которые надо глубокомышленно задуматься, Я отвечу потом, Ну, может быть, Через... В личной беседе. В прессу, В личной беседе, Если хотите. А если такие какие-то, Может быть, В разговоре, Касающиеся нашей такой темы, Легко получится, То я сразу в итоге. Все, давайте, отвечайте. Уважаемый отец, Я буду читать, Если что-то вдруг там выскочит, Я не успею остановиться, Уж простите, Это не я, без... Уважаемый отец, Каждый верующий на исповеди Очень волнуется. А волнуется ли священник? Священник не волнуется, Совершенно, потому что... Чего волноваться свидетелю на суде? Чего видел? Твой сказал. Все. Был? Был. Не был? Не был. А больше волноваться нечего. Свидетелю волноваться нечего, Поэтому священник не волнуется. Случалось ли вам отговорить Заблудшего человека От его коварных действий? Я никогда не отговариваю человека От его коварных действий. Я всегда человеку пытаюсь показать, Каким последствиям это приведет. То есть, если сядешь в голой задице на сковородку, То обязательно будет ожог. И человек уже сам принимает решение. Знаете, даже сам Бог нас не отговаривает. Имейте ввиду, если кто-то думает, что мы скованные. Нет. Хочешь пойти налево? Иди налево. Хочешь направо? Иди направо. Как Высотский пел? Хочешь песни? Петь. Хочешь спать ложить. Поэтому, чего отговаривать? Если он что задумал, то обязательно сделает. А вот, чтобы вот знал, к чему это приведет. Это обязательно надо сказать. Глубокое уважение. Вы слышали во многих приходах, Отличаются ли прихожане других цепей от наших дежинцев. Ничем не отличаются. Ничем. Совершенно вот. Ну, ничем. Мужчины, мужчины, женщины, женщины. Все пытаются, пытаются, ну, как, показать, что они в камере. Скажите, что лучше, строить церкви и не верить. Или не строить, но верить. Лучше верить и строить. Вот. Потому что так поступали все. Начиная от людей, которые были обещанными единым Богом. Им много пришлось потерпеть. Но им Бог сказал, вот строить надо храм. Бог сам. И проект написал ему. И из чего сделать написал. Возьмите Библию, и вы там все это увидите. И из чего должен быть построен храм. Он был построен, потом разрушен, потом там много чего было с этим храмом. И поэтому лучше верить и строить. Потому что без храма вера, ну, как некоторые говорят, в душе, она бесовская. Тоже хотите, верьте, хотите, нет. Ведь бесы же веруют. Веруют и трепечат. У них нет храма, у бесов. Вот. А нам храмы нужны. Почему? Потому что храмы нас объединяют. Почему? Большевики ломали храм. Именно потому, что там была соборная молитва. Если я просто в душе. Значит, надо посмотреть, что там. Но верю и сижу дома, там, говоря в носу, прошу Бога, о чем-то. Это же ниточка тоненькая. Пускай вот она такая молитвочка немощная. Но она одна. Что ты можешь один? А ты пришел в храм, да, вот таких вот злобаков, как я. Сорок человек. И моя молитва немощная ниточка. И плетается, и, глядишь, уже веревочка. А попробуй-ка веревочку разорвать. Ниточку легко, а веревочка нет. Поэтому лучше верить и строить. Это у нас все время. Батя, у нас 20-х годов нищих ходят по электрическим вокзалам, просят денег в ресторане. Как тут быть? Подавать или нет? Это дело вашего сердца. Но есть у нас в Священном Писании фраза такая известная. Не оскудеет рука дающих. Все это знают. А есть еще одна фраза. Она, правда, не в Библии, а в Дедахе. Это поучение 12 апостолов. Там есть другая фраза. Она тоже имеет определенный вес и основание для размышления. Да припотеет рука дающих. Дающего. То есть пускай копеечка вспотеет. Ты подумай, прежде чем дать. Потому что действительно иногда ты своей милостыней, как тебе кажется, в кавычках, можешь человека навести на грех. Скажите, отец Сергей, почему наши религиозные организации не объединяются для борьбы за чистоту города, мусор, грязь, интересованные для неприща домобородства над всем миром? Вы согласны? Согласны. А религиозные организации не будут объединяться для этой цели. У них другая цель. Неземная. Неземная. Вот. И она, ставя эту цель, заботится о том, чтобы потом человек, в общем-то, не мочился и сейчас погиб. Или в чужом. Она вот помогает формировать сознание, чтобы потом вот этого не было. Вот о чем заботятся религиозные организации. И объединяться здесь надо просто всем нам объединяться. Не гадить в доме, где нам приходится жить. Все, что на все. Скажите, отец Сергей Дмитриевич, а, Сергей Дмитриевич, и отец Сергея Пеннерский говорят. Почему церковь молчит о развращении молодежи по телевидению? Церковь не молчит о развращении молодежи по телевидению. Я об этом, как член церкви, говорю иногда в публичных местах. Откройте сайт patriarchy.ru, и вы увидите, и услышите. Там и видео есть, и аудио есть, и можно прочитать. Все, о чем говорит церковь. Она говорит и об этом тоже в том числе. Священник Местрадии не является это от истинной веры. Что есть истинная вера? Вы осуждаете власть, которая не помогает больным детям, а вместо этого жители отдают последние деньги, но помогают. Я не осуждаю власть никакую. Для этого есть у нас суд, он там. Я только могу делать то, что я должен делать. Я не судья. Кстати, вот по поводу истинной веры и священника Местрадии. Однажды некий царь, от восторга переполнявшего его сердце, что он славит Бога, внеся его в ковчеги. Шел и как гопник, если плясал с какаши и плясаши, говорит нам об этом священное писание. А ему говорят, ты что там? Ты что тут ведешь себя неподобающим образом? Я не могу, ребят. Это же Бог, это же радость. А священнику быть на эстраде не грешно. И это не есть нарушение веры. Что такое вера? Истинная вера выражена словами апостола. Вера есть осуществление ожидаемого и уверенности в невидимом. Ну и последний вопрос. Такой блиц, да, у нас получился. Для меня совершенно неожиданный. Уважаемый Сергей Дмитриевич, вы... А. Сейчас я пропускаю. Это мне лично. Слова очень приятные, теплые, потому что я не лишил всех озвучить. Поверьте, я не только такие вот послания получаю. Иногда мне пришла письма, где там пишут, и угрожают в письмах. Ну, мягко иногда так сказать. Морду набить тебе мало. А иногда и бьют морду. Были такие случаи. Прямо среди белого дня, в будвар химиков, в 10 часов утра я ухожу с дарами, и там встречают меня два интересных молодых человека. Ну, не молодых, но очень. Поговорили. Поговорили. Я не могу ударить человека, особенно, когда вот ты с дарами. А тебя может избить любой. Любой может. Не то, что избить, он тебя может убить, а ты ему за это ничего не сделаешь. Вот такая у нас чумная работа. Это наша Танюшка, она поет у нас на клиросе. Еще обучается в школе зонарей, потому что нам сейчас нужно есть зонаря иметь. И Бог храм на Святом Озере обрел колокола. О, Господи. Ну что ж, я почитаю. Почитаю немного. Завалили. Ну, хотел показать свою маленькую книжечку. Можете ее увидеть на столике, там, на выходе, когда будете уходить. Посмотрите, можете приобрести ее. Эта книжечка, так называются, стихи и песни. Вот я прям отложил немножко. Там больше, конечно. Вот. И... А, вот, вот. Вот это. Это мой подарок. Вы знаете, когда я спросил... Он здесь написал, вступить на статью, это член правления, председатель правления Советского Писателя Валерия Дубнякова. И его спросил, он готовил ее к изданию, кто оформлял внешний вид. Внешний вид. Он говорит, да не может, мы взяли где-то там вот фотографию, может быть, интернетик где-то скачали. И я смотрю на этот храм и вижу храм села Побров, где я служил в свое время. Он ли не он, но кто стоит как-то вот в яме. Ну, действительно, смотришь на этот храм, он как-то внизу деревни стоит. Не он ли? Это тоже, может быть, чудесное совпадение, которых у меня уже не очень много. Вот. Когда умер дедушка на Николу Зимнего, я 19 декабря получил назначение от архиерея на свой первый самостоятельный приход. Например, когда умерла мама 24 мая, я впервые читал в сансирии над ее гробом, а спустя 7 лет на меня одели в этот день, в этот час буквально крест священщики. Хератония совершила день смерти мамы. Это, конечно, говорят о многом. Такие совпадения не случайны. Весной еще не пахнет на пороге, но пахнет чем-то вкусным и приятным. Мир кажется особо необъятным, и помыслы чисты они ободлили. Если просто, так ангелы в состах, так говорил старец некий, смотришь, будто не вышел просто, но намешанно в человеке. Приглядишься вселенную в сердце и сердечко-то с кулачок, а насыпать на сердце перст. Так теперь ведь будем вот дурачок. В книге Откровения Иоанна Богослова есть слова, которые очень пугают людей, читающих о том, что ангелы придут на конях, печати ломат, на разных свитках, печать сломается и там начинаются какие-то события. Если здесь вы услышите слово печать, это как раз о той печати. Печать сломается, останется печаль о том, что сделано, чего уж не успеешь. Надеждой зыбкой теплится свеча и верится кого-нибудь согреешь сердечной добротой теплом души опять завод спеши, спеши, спеши. Две сестры душа и песня друг без друга быть не может. Позовут тебя в дорогу и поднимут под небеси, словно крылья за спиной вырастают от напела, и душа как красно дева, что влюбленную порой отрепещает сердце стука, ждет свидания с любимым, а волнение неизримо заполняет сладкой мукой и восторг души парящей удержать уже не в силах. Так от песен сердцу милых солнцем продонес счастье. В интернете один раз мне прислали рецензию на стихах Ру устреку сайт, где выставляют поэты свои стихи и один день написал визитер что вот солнышко березки ваши речушки война идет а вы тут сопли наматываете неужели нельзя написать про войну я ему ничего там не ответил но ночью у меня с ним был диалог но что что ты не пишешь о войне она уже не просто на пороге а кровь рекой в соседской стороне и на границе всех живут тревоги оставь мой друг кощунство рифмовать убийство матерей и малых дедов как брат пошел на брата воевать про смерть от порошенковских конфеток так что ж молчать не сделав даже шаг бездействовать не думать божья воля ведь там остался реальный враг и ты не спрячешься от ратной доли я в прятке не игрок пора прошла надеюсь что с ума не все скатились война кому-то совесть разожгла не все же в людоедов превратились кто воевал не любит о войне трепаться словно баба на Майдане ему ли оставаться в стороне не будет так как не было и ранено и кстати ты про волю упомянул про Божию что она всему виной однако как ты палку перегнул не Бог сейчас идет на нас войной Россия для земель что за бугром всегда была и будет в горле костью лоб перекрестит если только гром вдруг рянет и когда незваным гостям заявится охотники учить она начнет их бить пардон мочить что ж ты писать не будешь о войне талант сразу видно не хватает ну приложи усердие втроеме поэзии талант без очков не вернули полноценное зрение я на дачке одеваю ну там мелкие буквы вот когда мне сделали первую операцию на один глаз я уже снял повязку и мог видеть хорошо в мире происходили события которые очень напрягали людей и все замерли в оцепенении это был день 2 марта по старому стилю 15 по новому верующие люди знают чей праздник иконы Божьей Матери державы было ее явление в этот день и референдум о присоединении Крыма проходил именно в это время молитва в эту ночь не спите воздух пахнет дымом Божью Мать молите помогите Крыму матушка держава день твой не случай праздник православный помощь ощущаем под твоим покровом станем все молиться чтобы братской крови брату не напиться нам не ворог страшен страшен сердце холод славеса украшен ни набат ни молот на краю обрыва мир завис и замер вскрытие нарыва вспышка фотокамер и куда укрыться мысли жаль отроем так начни молиться стань преданалоем господи помилуй отведи прещение знаем правде сила воссоединения сколько там до взрыва времени осталось по сердцу крапива Божья Мать спаси нас по сердцу паузы 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 мая 2014 года в Одессе Федор Михайлович вот они бесы жарят людей на кострах В новой хатыни, скорбящей Одессы. Ужас в глазах, но не страх. Пепел сожженных живыми собратьев В сердце стучится мое. Встанут на смену ли новую рацию? С криком кружит воронье. С вастикой черной свивается стая В плачущем небе. Победного мая. Когда закроются глаза, Застынет грудь с последним вздохом, Коснусь твоей щеки в слезах и прошепчу. Не так все плохо. И ни пространство сотни верст, Ни время с будущим и прошлым, Не помешает свету звезд Мерцать над временным и пошлым. И луч любви, спаявшей нас, Проникнет дальше в мироздание. Он понесет сиянье глаз и трепет наше дыхание. АПЛОДИСМЕНТЫ Снег. Снег. Он был сегодня в столице. Спросишь, какой страны? Конечно, Россия. Бег. Взглядом по скованным лицам, Так ждущих весны, как приходы мессии. Дальше. Про снег. Только условно по сыне, Взял, передал и устроился язер. Без фальши смех. Сигнал на мобильную игру С мою скрасил, как раньше. А раньше? Что было раньше? Любовь. И не раньше, а пресно. Просто сегодня пришла, Как всегда, бескорыстно. Только с тобой принесла ощущение жажды, Неутолимой водой из стаканов бумажных, И вереницу часов, Сокращающих время до встречи, И разговоров без слов, Что и ранит, и лечит. Странно. Любовь, словно снег над Россией, Все покрывает в столице, И вереницу. 15 декабря 2013 года. Так называется это ситуация. Ну вот, побежали минутки. Родился внучок мой, малютка. Степенно часы пошли, И хрупкие первые сутки. Тревожных молитв умиления, И сладкое сердце волнения, Души напряженные восторг, Как Господу благодарение. И время простерлось вперед, Как радостно сердце поет. Дитя, надежда воплощения, Продолжит с годами наш род. Прости мне мой пахос, малыш, Уж ночью ты, наверное, не спишь. Поет колыбельный ветер По нотам заснеженных крыльев. Почему так? Бывает же вот так. И спить, но не напиться. Или жажда велика, Или мелковат сосуд для влаги, Что в горта несохшую стремится. До капли пьешь ее, дрожа, Вдруг унесут. А лучше лечь на грудь ручью, Что с гор стекает, Не отрываясь пить ту воду до пьяна, И видеть небо в нем, И птиц, летящих в стае Над головой твоей, Как воплощение сна, В котором свет зари так нежен, Словно розы. Их тонкий аромат дурманит и пьянит, И по щекам текут От умиления слезы. Но плачешь, почему? Никто не объясняет. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дорогой статья ЕГИТИСМЕНТЫ Ваша церковь.